Добрый день. Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя. Молодец. Смотри, первое дело за тобой. Спасибо вам. Вы молодцы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, и пользуюсь случаем, да? Конечно. Награды. Я думаю, ну, придете на экскурсию, я заодно уже и выполню свою миссию. Ты не против, Роман? Ты у нас герой. Слушай, вот этот орден очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий герой, поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден. Спасибо. Роман, вот этот человек, министр, он пережил все с тобой и с врачами, пережил все то, что вы переживали вместе. Он, бедняга, и утром и вечером отчитывался, как тебя там легче, что у тебя нового. Ну, я так понимаю, бывало у тебя, даже когда ты вообще ничего не видел, не слышал, он к тебе приходил. Ну, мама знает. Поэтому вот эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и ими. Потому что, когда сложная была ситуация, мы консультировали с министром, и на Запад звонил, и на Восток. Ну, и все так это, когда узнали уровень этой болезни, скажем, прямо отказались помогать. И тогда я ему сказал, вот если вы чего-то можете, врачи, вот сделайте. И они тоже совершили подвиг. Поэтому вот благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем. Я скажу, в обедение. Ну, тоже что там, все умеет делать, да? Все умеет делать. Спасибо тебе большое. Это великое дело, вы совершили великое дело. Теперь можно смело говорить любым врачам мира, что мы умеем делать все. Умеем. Спасибо. Малинка Ренбилар, она доктор отделения. Ромку вела. Спасибо. Это очень главный консультант, наш главный специалист. Это он главный у нас консультант, да? Да, полный. Но, как я сказал, он умеет тоже делать все, да? Все, конечно. Спасибо. Ну, молодой еще и умеет делать. Спасибо. Спасибо большое. Так, Лариса, будешь носить. Если что-то испортится, претензию к министерам. Спасибо. А это гроза всех компустеологов. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Спасибо. 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 Вот по конституции у нас будут мероприятия. Вот будем с Путиным вести онлайн режиме по телевизору. Переговоры. Тоже материалы надо вырастить. Это Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить. Вот только за три дня. Поэтому, если ты рискнешь быть президентом, в Мириду, ты очень много должен читать. Это глобус. Когда мне надо куда-то лететь, я тогда смотрю, вот как, или Свинска, допустим, попасть в Китай, Пекин. Вот сюда. Я смотрю маршрут. Поэтому этот глобус мы иногда надо, хотя я очень хорошо этот земной шаг знаю. Вот здесь большие гости, когда ко мне приходят. Большие-большие гости. Вот здесь мы с ними встречаемся. Ну и по субботу. Иностранные государства. В кабинете у меня две вещи, очень важные. Вот это слуцкий пояс. Понимаешь, он соткан из ткани и золота, золотая нить. Вот он здесь лежит, метра два с лишним длиной. И раньше опоясывали богатые люди сами себя. Поэтому вот это слуцкий пояс. И еще здесь хранится первый экземпляр нашей Конституции. Вот скоро будет референдум. Люди хотят поменять Конституцию. Я с ними согласился. Вот подпись президента. Когда приняли Конституцию, президент расписался на экземпляры на русском языке. И здесь вот русский язык. А вот белорусский язык. Первый экземпляр. Белорусский тоже. Президент подписал Конституцию. Вот скоро будет референдум. Если взрослые люди проголосуют за новую Конституцию, здесь будет новая Конституция. Ну ты помоги мне там сагитировать. Не только родители. А в своем селе и так далее. Ну а тут вот приходят люди без портфеля. А уходят с портфелями. Вот министр когда-то не был министром. Пришел сюда. Мы с ним переговорили. Он говорит, ты можешь работать? Могу. Можешь это сделать? Могу. Будешь лечить? Буду. Мы его назначили министром. Вот такая вот работа здесь. Говорят, можно косточки собрать потом. И посадить. Пахнет, правда? Да. Пахнет.